Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же начнем сегодняшнее библейское занятие. Отец, спасибо тебе. Мы воздаем тебе хвалу и честь. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты так возлюбил нас. Ты возлюбил нас первым. Мы очень благодарны тебе за это. Мы открываем наши сердца. Мы открываем наш разум для откровения с небес. И мы благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте вместе со мной Джерри Савейла на нашей передаче сегодня. Пусть Бог благословит тебя, Джерри. Спасибо тебе. Ты знаешь, почему я так благодарен? Что ты приезжаешь сюда и принимаешь участие с нами в этой передаче, Джерри. Ведь ты один из самых занятых людей на всей планете. И ты находишь время и приезжаешь проповедовать Слово Божие нашим слушателям и зрителям. Я очень благодарен за это. Мы уже давно проповедем вместе. Свыше 45 лет. Давно? Это здорово. Свыше 40 лет. Знаете, скажу, это не для того, чтобы похвалить Джерри и себя. Я говорю это потому, что это важно. За более чем 40 с лишним лет совместного служения между нами не прозвучало ни одного резкого слова. Никакого раздражения. Между нашими семьями никогда не было слов раздражения или ссоры. И вот что я вам скажу. У нас были возможности сделать это. Но вместо этого, когда вы знаете, насколько опасны ссоры, вы сразу же останавливаетесь, потому что принимаете решения и обязательства перед Богом. Я буду ходить в любви Божьей. Я не вступлю в ссору. Я не буду принимать в этом участие. Ибо где сварливость, там неустройство, говорит Бог в Своем Слове. И все худое. Неустройство и все худое. И мы приняли такое решение много лет тому назад. И когда вы живете и ведете себя соответственно этому, чтобы хранить себя от неустройства и всего худого, от сварливости, тогда откровение может свободно течь все время. Да. Все время. И когда мы приезжаем куда-то, в большинстве случаев мы даже одеваемся почти одинаково. Как-то раз мы приехали проповедовать на собрание бизнесменов полного Евангелия. Джерри проповедовал где-то еще, я проповедовал где-то еще. И мы оба приехали на это служение оттуда. Нас обоих пригласили проповедовать там. Мы встретились друг с другом в вестибюре. Мы приехали одновременно. И президент сообщества подошел к нам и сказал, «Сегодня вечером служение. Кто из вас хочет проповедовать сегодня?» Мы ответили, «Зависит от вас». Он предложил, «А почему бы вам обоим не проповедовать?» Мы согласились. «Да, хорошо. Кто из вас хочет быть первым?» Мы ответили, «Нет разницы. Зависит от вас». И он сказал, «Хорошо, брат Копланд, вы будете первым». Нет, ты был первым. Он сказал, «Брат Севейл, вы будете первым, а тогда вы, брат Копланд, продолжите после него». Я сказал, «Хорошо». И когда я молился после обеда, понимаете, в Духе нет никакого неустройства. Там, где нет сварливости, и вы не допускаете это в свою жизнь. И кто-то бы подумал, «Нет, ну я хочу быть первым». Почему я не могу быть первым? А я не хочу быть первым. То есть ты, ты просто течешь и позволяешь Духу Божьему управлять всем. И вот я был в своем номере, и ко мне пришло слово от Господа. Когда я спросил у него, «Что он ожидает от меня вечером?» Он сказал, «Проповедуй о силе и власти имени Иисуса». И я услышал это все от Господа. И вот я открыл свою записную книжку. И начал просматривать конспект проповеди об имени Иисуса. Я просматривал этот конспект. Я вытащил ее из большой книги и собирался положить в маленькую. И я взял первую страницу. А Бог сказал, «Нет, начни со второй страницы». Я сказал, «Хорошо». Итак, я взял вторую страницу и вложил ее в папку. Я ничего не говорил об этом, Джерри. Мы никогда не говорим об этом. И вот я сел. Я сидел на сцене. Я сказал мужчинам, сидящим рядом со мной, по-моему, это был президент сообщества бизнесмена в полной Евангелии. Он сидел рядом со мной. Я спросил у него, «Хотите увидеть чудо?» «Да». Он сказал, «Да». Я сказал, «Хорошо, смотрите». Я открыл свою записную книгу и сказал, «Вы помните, я ничего не говорил Джерри Савейлу. Ни слова. Я даже не видел его после нашей встречи в вестибюле. И я не звонил ему по телефону. Он не звонил мне». И вот Джерри подошел туда и вышел на сцену и сказал, «Откройте свои Библии на таком-то месте Писания. Сегодня я буду проповедовать вам о силе и власти имени Иисуса». И я показал этому мужчине свой конспект «О силе и власти имени Иисуса». Его глаза расширились. А я сказал, «Смотрите дальше». И вот, Джерри, ты начал проповедовать. И ты сказал, «И вот на чем мы закончим». И Джерри закончил предложением, которое было моим первым предложением на второй странице конспекта, с которым мне Господь и сказал начать. То есть я продолжил. И этот мужчина смотрел на все это. Он сказал, «Это превосходит все, что я видел в своей жизни». «Это превосходит все, что я видел в своей жизни». Аминь. Такие вещи в самом деле сверхъестественны. И в некоторых случаях намного более сверхъестественны, чем то, что бросается в глаза. Да. Или то, что хочет увидеть каждый. Это чудесное происшествие. Сверхъестественное событие в сфере духа, о котором на то время знали только мы с Джерри. Я не спрашивал у Господа, о чем будет проповедовать Джерри. Я просто был послушан Богу в том, что Он сказал делать мне. И то же самое касалось и Джерри. Он просто спросил Господа, о чем Ему проповедовать. И Господь сказал Ему, о чем проповедовать. Но Господь спланировал все. И когда вы говорите только то, что говорит Отец Небесный, тогда все будет получаться так, как надо. И вы будете знать, где остановиться. Вместо того, чтобы думать, ну, мне нужно вставить сюда свои пять копеек. Верно. Нет, вместо этого вы движетесь, как ведет вас Дух Божий. Как ведет вас Дух Божий. Аминь. Знаешь, когда Джесси Дуплентис начал проповедовать с нами, это произошло на твоей конференции для служителей. Именно на этой конференции. Ты только начал проводить эти конференции. Ты, Глория и я, мы проповедовали все время. И мне нужно было провести два или три служения. Я пригласил Джесси на эту конференцию. У меня оставалось только одно служение. Мы пошли пообедать. Я должен был проповедовать тем вечером. Я сказал, Джесси, дружище, у меня очень сильное чувство, что ты должен провести сегодняшнее служение. Он сказал, а что подумает брат Копплин? Я ответил, он доверяет мне. Он доверяет, что у меня есть водительство Духом. И я не думаю, что у него это вызовет неприятие. Джесси ответил, то есть ты отдаешь мне свое служение? Я сказал, конечно. Я верю, что именно этого хочет Господь. И он проповедовал. Это было потрясающее служение. Но после этого он сказал, знаешь, те люди, с которыми я был связан, никогда бы такого не сделали. Для них это все религиозная политика. Кто перетянет на себя одеяло? Как сказал Джесси, для них это было своего рода соревнование. То есть, ну ты и выдал, сказал один. А другой ответил, да, но я выдал лучше. Но он никогда не видел такого проявления Духа, где бы ни было ни ссор, ни соревнований, ни попыток возвысить себя перед другими. И это произвело на него большое впечатление. Никто из нас не пытался заполучить какие-то служения. Да. И не думал, надо показать себя в выгодном свете, чтобы меня пригласили. Да. И все такое. Потому что все мы прислушиваемся к Духу Божьему, и мы едем туда, куда Он указывает нам. Вы можете поехать куда-то ради одного человека. Однажды Бог послал меня в Израиль. Ради этого Бог послал меня в другой конец земного шара. Да. Он может послать вас в то место, где будет всего лишь несколько человек, или может послать вас в большое место. Но дело в том, что это Его цель, Его план, Его церковь, Его слово, Его имя. И Бог всегда платит вам больше, чем вы стоите того. Больше. Да. Хвала Богу. Я не полагаюсь на то, что эта церковь в данной ситуации обеспечит меня деньгами или чем-то подобным. Нет. Мы живем в Царстве Божьем. Мы ищем прежде всего Царство Божьего и праведности Его, а все остальное приложится нам. Да. Аминь. Я считаю, это одна из главных причин, почему всегда присутствует поток знания Откровения. Мы продолжаем возрастать. Ты или я. Не имеет значения. Сейчас мы не проповедуем нечто отличительное от того, с чего мы начинали. Мы получаем больше понимания и знания в Откровении на эту тему. И знаешь, я возвращаюсь... Кстати, один человек принес мне на бобине старую запись моей проповеди с 1971 года. Я проповедовал на ту же тему, ту же проповедь. Я просто узнал об этом больше, получил больше Откровения. И этот факт... Ты можешь проповедовать об этом две недели, а не 30 минут. И я на самом деле верю, что благодаря решению, которое мы приняли тогда, что между нашими служениями и в нашей личной жизни не будет ссор, и, между прочим, это согласуется с Писанием. Павел сказал церкви в Коринфе. Он сказал, что хотел бы сказать им больше, но они не могли вместить, потому что они были плотские. Да. Они не могли услышать это. Они не могли. Они не могли услышать это. Понимаете? Я думаю, интересно, что же Павел написал бы им? Что они не могли вместить из-за своего плотского состояния? Ссор, зависти, ревности и прочего. Когда вы закрываете дверь перед этим, то знание Откровений течет непрестанно. Слава Богу. Мы говорили о благоволении Господнем всю прошлую неделю. И мы будем говорить о нем на этой неделе. Апостол Павел сказал, «Я трудился более всех их». Послушайте его. Но это сработало не благодаря его труду. Он добавил, «Однако не я, а благодать Божья, или милость, благоволение Божье, которое со мной». Итак, это была благодать в действии. А апостол Павел просто тек в Духе Святом. Если бы Господь побуждал его оставаться на одном месте 25 лет, он бы сделал это. Но он следовал за благодатью Божьей все время и везде, куда бы он ни шел. И в нем утвердилось это откровение, что Божье желание относиться к нему и ко всем нам так, будто бы греха никогда не было. Это Божье желание. Да. Он относил все, что делал, насчет благодати Божьей. Благодатью Божьей. Благодатью Божьей я есть то, что я есть. Да. Благоволением Господня. Аллилуйя. И признавайте это. Да. Все время признавайте это, благоволение Божьим. У меня эта привычка уже более 40 лет. Если происходят какие-то плохие вещи, вы все время ищете в этом что-то хорошее. И вы его найдете. Но если вы зациклитесь на плохом, то вы не увидите хорошего. Да. Но если вы сосредоточите свой взгляд на Слове Божьем и на Иисусе, вы заметите различные события. Вы начинаете осознавать, эй, это же благоволение Господне. Например, я совсем недавно взял с собой в Украину своего внука Престона. Когда мы приехали в Украину, на таможне, по ту сторону стоял один мужчина. Там было много людей. Много людей, которых вышли из самолетов, прибывших со всего мира. И они проходили таможенный досмотр. Знаете, стоит большая очередь, и вы пытаетесь пройти осмотр, чтобы попасть в страну. И за столом стоял мужчина. И когда он увидел меня, он сделал вот так. Я ждал Престона, и я предупредил этого человека, и я сказал, «Я вернусь через минуту, я жду своего внука». Когда подошел Престон, мы приблизились к этому мужчине, и он сказал, «Следуйте за мной». И он провел нас просто через таможню, вот так. Сотни людей ждали в очереди. Он просто провел нас, перевел на другую сторону, забрал наш багаж, вывел нас на улицу, где нас ждала машина. И тогда он сказал, «Поздравляю, вы в Украине». И Престон спросил, «Дедушка, а ты видел эту очередь?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Это было благоволение Божье». «Это было благоволение Божье». И когда вы видите, как это происходит, и ваши дети ожидают этого, и ваши внуки осознают это, когда благоволение проявляется. Знаешь, Джерри, я вспомнил это местописание из книги Иеремии. «Проклят человек», сказано там, «который свел свой взгляд с Бога, как со своего источника, и начал смотреть на человека». Вот в чем дело. И там сказано, что когда придет доброе, он не сможет увидеть его. Верно. Он не ищет его. Он все время ищет плохого. Это все, что он видит. Это все, о чем он говорит. Да. И тогда именно об этом он говорит. Именно это окружает его. Но на расстоянии взгляда от него находится другой человек, посаженный возле реки. И его листья сочные и зеленые. И он не видит засухи. Он видит благоволение Господне. Он днем и ночью размышляет о милости Божьей, о Слове Божьем. И он осознает доброту и любовь Божьи. И благословение Господне. И когда вы спрашиваете его, как у него дела, он говорит, «Я благословлен и наделен милостью». Да, аминь. Благоволение. Есть еще одно местописание, которое говорит, что если у вас есть выбор между золотом и серебром и чем-то другим очень ценным, его благоволением, изберите благоволение. О, да. Потому что милость и благоволение Божье могут сделать то, что не могут сделать золото и серебро. Она может сделать то, что не могут сделать деньги. Она может сделать то, что не может сделать слава и успех. Эти вещи имеют свои границы. Но Божья милость и благоволение не ограничены. Да, и Божье благоволение позаботится о золоте и серебре. Да, оно произведет их. Да, потому что благоволение даст вам мудрость Божью. И в расширенном переводе сказано, «Размышляя о Слове Божьем день и ночь, ты будешь исполнять то, что написано в нем, и будешь поступать мудро во всех делах житейских». Если бы ты мог поступать мудро во всех житейских делах, ты бы мог превратить полтора доллара в один миллиард. Если ты знаешь, что делает Бог все время. Да. И тот факт, что Он позволил тебе сделать это, это благоволение Божье. Да. Это звучит надуманно, но это не так. Когда мы начинаем осознавать, что у нас нет никаких ограничений и границ, кроме тех, которые мы сами накладываем на себя. Мы были освобождены от ограничений. Аминь. Хорошо. Бытие, 12 глава. А я знаю, где это. Вначале, плюс еще 12. Второй стих. Аминь. Второй стих. Бог приблизился к этому человеку по имени Авраам и позже изменил его имя на Авраам. И он сказал, «Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю тебя. Это значит, что я дам тебе силу преуспевать, достигать успех, превосходить и возвышаться над всем, что попытается сдержать тебя или подавлять. И далее он говорит, «Возвеличу имя твое». Бог говорит это, когда вы учитесь сходить в Своем завете, и вы учитесь сходить в благословении Божьем. И одна из главных характеристик благословения Божьего — это благоволение Божье, которое станет вашей отличительной чертой. Вас будут знать благодаря этому. И я говорю это не для того, чтобы похвалиться. Я хвалюсь Богом. Но во многих местах, в которые я приезжаю сегодня, в церквях, где я проповедую, когда пастор представляет меня, он говорит, «Что ж, добро пожаловать, мистер Благоволение». Хорошо сказано. Они признают Божье благоволение, которое пребывает в моем служении и в моей жизни. Оно было важной составляющей и определяющей характеристикой. И мне нравится говорить так. Если вы думаете о Кеннете Хейгене, вы думаете о вере. Если вы думаете о Бороле Робертсе, вы думаете об исцелениях и чудесах. Если вы думаете о Кеннете Копленде, я думаю о преуспевании. Если думаете о Джерри Севелле, то речь идёт о Благоволении. И здесь Бог сказал, «Потому что я благословлю тебя». И мне очень нравится расширенный перевод. В нём сказано, «Я благословлю тебя с чедрым приумножением благоволения». Это расширенный перевод. «Я благословлю тебя, и я буду благословлять тебя с чедрым приумножением благоволения». Настолько, что тебя будут узнавать благодаря этому. И это благоволение будет работать в твоей жизни так ярко. Благословение будет работать на тебе так ярко Что люди будут узнавать тебя повсюду Не потому, что ты так велик Но благодаря тому, что благословение Божье, которое работает в твоей жизни Так велико Да И не ты сделал это Да Знаешь, именно так произошло, когда он вместе с тремя сотнями слуг победил эти армии Когда Милхиседек вышел к нему Первое, что он сказал ему Благословен Авраам от Бога Всевышнего Иначе говоря, он признал причину, по которой Авраам мог победить целую армию Вместе с тремя сотнями домашних слуг И эта причина состояла в том, что на нем пребывало благословение Божье И он не просто одержал победу В Библии это называется поражением царей Поражением царей И надо заметить, что это совершили домашние слуги Помазание Божье сошло на них, и они стали воинами, имея это помазание Да И они победили армию Намного превосходящую их численностью Джерри Это были самые большие экспедиционные войска того времени Да И самый злой царь, тиран на планете И Авраам взял с собой 318 домашних слуг Да Кому-то нужно было научить этих людей Благословение Господне научило их Помазание сошло на них и научило их воевать Да Точно так же в Писании сказано Я научаю твои руки брани Но именно благословение научило Давида Да Благословение научило и этих людей Я всегда больше чем уверен, чем больше изучаю эти вопросы И благословение Господне И благоволение Господне Да Я уверен, что они настолько связаны Что невозможно отличить, где начинается одно и оканчивается другое Даже в словаре Вербстера, если посмотреть слово благословенный Он дает определение, наделенное благоволением Они неразделимы Они неразделимы Если вы благословенны, тогда вы в высшей мере наделенные благоволением Задумайтесь об этом Благословение Адама упоминается на первой странице Библии в первую очередь Первое, что Адам услышал от Бога Первые звуки, которые он слышал своими ушами Да Но Адам Расстратил Это благословение А Бог никогда не изменяется Да Его план никогда не изменяется Он был намерен вернуть его назад Да И Адам Вместе со всеми своими потомками Не заслуживал быть благословленным Но Божье желание благословлять Больше того, что они заслуживали И больше греха, который они совершили Благодать стала преизобиловать И так, когда умножился грех Да Стала преизобиловать благодать То есть Бог все равно желал благословить их И это благодать Да 244-й Псалом Псалом снова напоминает Щедр и милости в Господь В другом переводе склонен проявлять милость Бог просто не может сдержаться Просто Он такой Просто Он такой Это Его природа И не собирается изменяться И хотя мы не заслуживаем этого Бог не может сдержаться Он все равно будет проявлять к нам милость Да Что бы Ему не пришлось делать для этого Да И все то, что Ему пришлось делать для этого Было очень дорого Очень ценно Когда Иисус пошел на этот крест Пошел в ад Победил все там И воскрес из мертвых Да И этот поступок был проявлением милости Божьей Да Аминь Наше время дошло к концу Аминь Мы вернемся Что происходит со временем? Что же происходит с этим временем? Я не знаю Такое впечатление, что Мы побеждаем Его Слава Богу! Давай вернемся к нашему разговору о благодати и благоволении Божьей Аминь Какая потрясающая тема Вот что скажу вам Иногда вечерами я прихожу в такое восхищение по этому поводу Вчера вечером я смотрел передачу брата Кейта Мура И он говорил о благодати Божьей И в конце концов все дошло до того, что мы с Глорией просто вскочили с кровати Я выскочил из кровати Я начал бегать по всей спальне Да Восклицая по поводу благодати Божьей Мною овладевает это Божье всепоглощающее желание Да Его слово пришло ко мне недавно Когда я спрашивал у него о том Что такое благодать? Как ее определить? И так далее Потому что это такое большое понятие Такое большое понятие Что его Почти невозможно высказать словами Да Да И он ответил мне Это мое всепоглощающее желание относиться к тебе так Как будто бы греха никогда не происходило Да Так будто бы грех никогда не был И на последней передаче я рассказывал тебе Что проводил мотоциклетные ралли в горах Блу Рич Я проповедовал о благоволении Божьем везде, куда приезжал И каждый вечер мы проводили служение в другом городе В то утро я сел на мотоцикл Со мной было приблизительно 40-50 парней Они ехали вместе со мной через горы И мы просто отрывались Я сказал Господи, я хочу, чтобы сегодня Ты дал мне новое определение благоволения Я ехал, рассматривал пейзажи Наслаждался товарищескими отношениями И все такое И неожиданно я услышал это Я чуть не съехал с дороги Мне пришлось остановиться Остальные не понимали, что происходит Я слез с мотоцикла И мне пришлось немного покричать Я сказал Идите сюда Мне нужно рассказать вам, что только что сказал Господь Они собрались вокруг меня И я сказал Сегодня утром, когда я садился на мотоцикл Я попросил Господа Дай мне новое определение благоволения И вот что он ответил Он сказал Это когда обстоятельства говорят нет И люди говорят нет Но я говорю да Слава Богу Это благоволение Божье Невозможность естественной точки зрения вещи Да То что Когда люди говорят Ты не можешь купить дом Ты не можешь продать дом Ты не можешь получить эту работу Ты не можешь зарабатывать столько денег Обстоятельства говорят экономика в плохом состоянии Происходит инфляция Происходит экономическое падение А он скажет Когда все обстоятельства и все люди говорят нет А я говорю да Это и есть благоволение Божье Это благоволение Божье Хорошо сказано, правда? Слава Богу Хорошо сказано Вот это да. Как будто бы греха никогда не существовало. Весь мир ограничен из-за своего греховного сознания. Они не могут выйти за пределы того, как они были запрограммированы думать. Потому что без Иисуса, без Слова Божьего, вы не можете изменить свой образ мышления. Но христиане должны это делать, хотя большинство из них не делают. Если вы измените образ мышления через размышления над Словом Божьим, будете делать это днем и ночью, это преобразит вас, чтобы вы не подоблялись этому миру. Послание к Риму, 12 глава, 2 стих. Там очень четко сказано, и вы познаете волю Божью, благую, угодную и совершенную. Совершенная воля Божья в том, чтобы Адам никогда не грешил. Совершенная воля Божья состояла в том, чтобы Иисус пришел и исправил все. Иисус пришел, Он пролил свою кровь, Он сошел в ад, заплатил цену за грех. Да. Аминь. Слава Богу. Бог не реагирует. Да вот я опять это сделал. Бог не реагирует на негативные обстоятельства, так, как это делают люди. Они совершенно не выводят Его из себя. Его мышление идет в одном направлении, и это направление — победа. Понимаете? Однажды Господь сказал мне, много лет тому назад, определенная территория, которая находилась напротив моего служения, Он сказал, «Если ты будешь терпелив, я устрою все так, что ты получишь всю землю, которая тебе нужна, и заплатишь за нее ту цену, которую ты хочешь заплатить». Да. Я сказал, «Хорошо, с этого момента считай меня терпеливым». Не прошло и двух недель, и в газете «Форт-Форт-Старт-Телеграмм» напечатали, что кто-то купил всю эту землю. Там были показаны Его планы на нее, что Он собирается там построить. И я поднял эту газету и сказал, «Господь, ты читал сегодняшнюю газету? Кто-то купил мою землю». Он ответил, «Чим словам ты будешь верить?» Я ответил, «Я буду верить словам Господа». Он сказал, «Тогда выбрось весь этот мусор». Я не изменился, и тебе не нужно изменяться. Понимаете? Я наблюдал, как пять разных компаний перекупали эту землю, и каждая из них потом обанкротилась. В конце концов, я купил ее полностью. Я заплатил за нее ту цену, которую я хотел заплатить. Я хочу сказать, не прошло и недели, как один из главных состройщиков «Форт-Форте» постучал в мою дверь с вопросом, «Как ты получил эту землю?» Я сказал, «Божье благоволение». Он ответил, «Нет, я серьезно хочу знать, как ты получил эту землю». Я ответил, «Божье благоволение». «Да нет же, скажи мне правду, как ты ее заполучил?» Я повторил, «Божье благоволение». И он сказал, «Тогда научи меня об этом Божьем благоволении». В этом секрет. В этом ключ. В этом вся суть. Да. Вы не очень интересуете кого-то, когда вы бедны. Мир не заинтересован, когда вы больны и воздаете за это, слава Богу. В Слове Божьем нигде не сказано воздавать славу за болезнь. Там сказано, что исцеленный воздает славу Богу. И когда люди видят это, когда они видят, что мы такие, какими и должны быть, они хотят узнать, как это работает. В этом состоит одна из самых главных причин благословения. Да, но это делает нашу жизнь лучше. Но на самом деле оно привлекает. Когда благословения работают в моей жизни, тогда оно привлекает людей, и они захотят узнать, как вы это делаете, откуда вы это получаете. Как ваша компания может преуспевать в этой ужасной экономике? Вы поднимаетесь вверх, а не идете вниз. Ко мне приходили другие проповедники и говорили, как ваше служение преуспевает в то время, когда наше разваливается, а вы поднимаетесь вверх. Что ж, это не потому, что мы какие-то особенные, а потому что мы поверили и приняли то особенное, что есть в Иисусе. И мы сонаследники с Иисусом Христом. Да. Верно. Когда вы следуете Его путями, когда вы говорите Его слова, когда вы совершаете Его поступки, вы получаете Его результаты. Когда благословение становится откровением, а не просто приветствием, которое мы используем, когда приходим в церковь. Благословляю тебя, благословляю. А также в конце служения, когда мы уже готовы мчаться к своей машине, мы говорим всем, благословение, до встречи на следующей неделе, благословение. Или когда вы чихаете. Да. Когда благословение становится откровением, тогда оно способно изменять умы. Оно способно изменять мировоззрение, перспективы. И я хочу показать нашим слушателям то, что они, возможно, не видели раньше таким образом. В 12 главе книги Бытия, в первом стихе, обратите внимание, что тут сказано. «И сказал Господь Авраам». Этот глагол в оригинале указывает на давно прошедшее время. Это значит, высока вероятность того, что Бог говорил с ним и до этого стиха. Он сказал Аврааму. Если вернуться в 11 главу и посмотреть 31 стих, там сказано, «И Фарра, то есть отец Авраама, взял сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую». Но, дойдя до Харана, они остановились там. Если открыть 7 главу книги Деяний, обратите внимание, здесь, во втором стихе сказано, «Но он сказал, мужи, братья и отцы, «Послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан». Обратите внимание, Фарра, отец Авраама, тогда переехал в Харан. И здесь очень четко сказано, что Бог обратился к Аврааму, пока он еще жил в Месопотамии, до того, как он поселился в Харане. Итак, здесь мы насчитываем 5 лет. Хорошо? Итак, Бог обратился к Аврааму и сказал ему оставить своего отца, оставить свою землю, оставить родство свое за 5 лет до событий в книге «Бытие» 12.1. «И сказал Господь Аврааму». Это было за 5 лет до того, как Авраам переехал. Что Бог говорил ему? И я также должен подчеркнуть, что Авраам не двинулся с места, пока не умер его отец. Итак, что говорил ему Бог? «Я благословлю тебя, и я приведу тебя в такую жизнь, какой ты еще не видел раньше». И он сказал, «Но прежде, чем я смогу привести тебя туда, тебе придется оставить своего отца, оставить свою землю, оставить свое родство». И Бог говорит не только о географическом передвижении, потому что само передвижение из Месопотамии в Харан или в Ханаан или в другое место, если вы были негативным в своем мышлении в Харане, ваше мышление останется негативным и в Месопотамии. Если вы мыслите негативно в Атланте, штат Джорджия, и ничего с этим не делаете, то, переехав в Даллас, вы сохраните свое негативное мышление из Атланта. Он может перевести вас туда, потому что именно в этом месте вы должны быть... Да, и говорить... Если вы по-прежнему думаете так, как и раньше, вы останетесь такими же несерьезными, как и там. Его отец поклонялся идолам. Да. И вы знали, что он научил этому и Авраама. Хорошо. А Бог говорит, «Прежде чем это благословение сработает в твоей жизни, мне придется вывести тебя из старого способа мышления. Мне придется вывести тебя из твоей культуры. Мне придется вывести тебя из твоей философии, из твоих верований». Да. Видишь? Да. И Бог говорит не только о географическом передвижении из одного места в другое, а о том, чтобы оставить старый способ мышления. Тебе придется оставить то воспитание, которое ты получил от твоего отца. Ему пришлось вывести его оттуда, не так ли? Ему пришлось вывести его оттуда, потому что пока он жил там, он продолжал думать, как его воспитали. И мне кажется интересным, что Аврааму потребовалось пять лет, чтобы сделать этот шаг. И он ушел оттуда только когда умер его отец. Проведу параллель. Мой отец был чудесным человеком. Знаете, я любил его всем своим сердцем. Но мой отец ничего не знал о Завете. Мой отец ничего не знал о благословении Божьем. Пока ты не научил его этого. Да, пока я не научил его. В детстве и в юности мой отец пребывал среди мышления бедности. Он родился в Миссисипи, так глубоко в лесах, что для охоты нужно было идти в город. Понимаешь? Майские жуки в той местности появлялись только в августе. Понимаю. И он родился там в период депрессии. Мой дедушка, хотя он тоже был чудесным человеком, я любил его всем своим сердцем. Бог провел его через период депрессии. Вывел его из него. Но мой дед навсегда оставил эту депрессию внутри. У него оставалось мышление бедности до того дня, когда он умер. И он научил этому твоего отца. И воспитал в этом моего отца. Но мой отец пошел дальше, чем его отец. Все-таки у моего отца было это понимание. Это философия. Если в чем-то нуждаешься, иди и возьми деньги в кредит. Но тогда будешь жить в долгах всю свою жизнь. И тяжело работать. Работать тяжело. И возможно, расплатишься со всеми этими векселями. Но даже не ожидай, что когда-то будешь свободен от долгов. Это образ жизни. Да. Такова система. Именно так меня воспитывали. И во мне обитало это мышление долгов. Когда мы с Карелин поженились, я взял деньги в долг на машину, на дом, на стиральную машину и сушилку. Я взял деньги в долг на телевизор. У меня такое впечатление, что у нас была расписка даже на швабру. А потом в моей жизни появился ты, проповедуя о Завете. И частью этого Завета было то, что Бог сказал. Если научишься этому, ты выйдешь на такой уровень в своей жизни, где тебя больше не придется брать в долг. Ты сможешь давать в долг другим. Я никогда не слышал ничего подобного. И потребовалось некоторое время, хотя ты питал меня Словом Божьим, и я знал, что это правда. Но понадобилось некоторое время, чтобы все это старое мышление оставило меня. Как же я могу жить свободным от долгов? Как можно чего-либо достичь, не беря деньги в долг? Ты никогда не слышал об этом? Я никогда не слышал. Понимаешь? Да, да. Я никогда не слышал об этом. Мой отец хотел, чтобы я пошел учиться в колледж. Я не хотел учиться в колледже. Я хотел работать с машинами, как он. Он сказал, «Сын, это тяжелый способ зарабатывать на жизнь. Иди учиться в колледж. Если ты все еще захочешь заниматься машинами, когда окончишь его, я не против». У моего отца не было денег, чтобы послать меня в колледж. Он привел меня в банк, который его обслуживал, познакомил меня с одним из своих лучших друзей, вице-президентом банка, человеком, который помогал моему отцу оставаться в долгах. И сказал, «Мой сын хочет учиться в колледже. Ему нужна суда. Мне было 18 лет». И этот человек говорит, «Что вы можете представить в залог?» Единственное, чем я владел, поскольку я все еще жил дома, был мой «Шевроле» 1957 года. Это был мой автомобиль. И банкир сказал, «Согласен». Итак, в 18 лет я начал свою жизнь в долгах. Я уже был в долгах. Как «Шевроле» 1957 года? Да, я оставил этот «Шеври» 1957 года в залог. Это грех. Да. И каждый месяц я напрягался, чтобы выплатить эти проценты. О, нет. Я не хотел, чтобы меня отобрали мой «Шевроле» 1957 года. Но именно так я начал. И в 18 лет я уже был в долгах. Да. Почему? Потому что это был единственный способ, который знал мой отец. Именно в такой культуре и в таком мышлении я рос. Вот еще что, Джерри. Очень важно. Он научил тебя говорить. Отец Джерри научил его говорить. Люди упоминают о родовом проклятии, которое переходит из поколения в поколение. Да. По существу. Подумайте. Передается-то не проклятие, а передается образ мышления и образ говорения. Верно. Вы постоянно говорите о проклятии. Слово Божие говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». И вы учите своих детей говорить слова жизни и благословения. И вот тогда это будет родовым благословением, потомственным благословением. Но есть также уровень, где вы можете остановить и так называемое родовое проклятие, сказав, «Оно останавливается на мне». «Я принимаю благословение Господне и благоволение Господне, и мои дети не прокляты. С этого места мы движемся дальше с Богом». Это не наследственное. Оно вот здесь. Верно. И для того, чтобы благословение работало так, как этого хочет Бог, вам придется оставить такие мысли, какие, возможно, возникают у наших зрителей сейчас. «Ну, это работает для брата Копланда и для брата Джерри». Потому что они проповедуют. Понимаете, такое мышление блокирует. Это блокиратор благословения. Или, «Ну, вы не понимаете, как меня воспитывали. Вы не понимаете этого». Люди говорили мне, «В этой части мира это не работает». Если это не работает в этой части мира, тогда это не Божье Слово. Потому что Иисус сказал нам нести эту весть по всему миру. То есть очевидно, оно будет работать везде, где люди будут верить Ему. Епископу Дэвиду Оедепа из церкви Ханаанская земля в Нигерии сказали, «Знаешь, это американское Евангелие преуспевания». И он ответил, «Нет, Иисус родился не в Америке». Да, верно. Он сказал, «Это работает потому, что это работает в сфере духа, в духовной сфере». И Бог благословил нас всяким благословением. Духовным благословением в небесах. И по вере вы осуществляете и принимаете проявление этого благословения. И оно проявляется в материальной сфере везде, где его применяют. Да. Везде, где его применяют. Да. Впервые я приехал на африканскую землю в 1978 году. И Господь сказал мне приехать туда, проповедуя завет, проповедуя благословение, потому что я знал, что эти люди понимают принцип завета. И я начал проповедовать об этом. Я останавливался в их глиняных хижинах, где не было электричества, водопровода. В одной хижине жило 13 человек. Я проповедовал в этих деревнях и говорил об этом. В один день у меня бывало 5, 6, 7, 8 служений с этими людьми. И ни разу они не сказали мне, у нас это не сработает, мы африканцы. Это американские миссионеры говорили им, что это не будет работать. Именно это они и говорили. И они сказали, ты не можешь проповедовать это в Африке. Я спросил, почему? Они ответили, эти люди бедны. Я ответил, тогда мне кажется, что именно им это надо проповедовать больше всего. Это точно так же, если бы сказать, вы не можете проповедовать спасение на Гаити. Почему? Потому что эти люди погибшие. Понимаете? Именно там и нужно проповедовать спасение. И некоторые люди в этих глиняных хижинах ухватились за это. И сейчас они больше не живут там. У них есть настоящий дом, машина, бизнес, и они поддерживают мое служение. Браво Богу, Джерри. Да. И вот в чем дело. Когда ты приехал туда и начал проповедовать этим людям о завете с Богом, они за один час узнали больше о Евангелии, чем через то, что миссионеры пытались объяснить. Потому что некоторые миссионеры распространяют всего лишь религию, а эти люди думают о кровном завете. Когда ты сказал об этом, они поняли, что Бог хочет заключить с нами завет на основании своей крови. И посмотри, что происходит здесь. В книге Битие 12 написано, что Бог сказал ему. «Я благословлю тебя». И Авраам оставил свое старое мышление. Он получает откровение о благословении. К тому времени, когда описывается событие в 13 главе в 2 стихе, Авраам уже был богат скотом и серебром и золотом. И понадобилась только одна глава, чтобы этот человек стал богат. Мне нравится говорить людям. А сколько глав понадобится вам? У него было мышление завета, потому что завет в то время создавал единственный закон, который существовал между людьми и семьями. Если мы покляли сделать что-то и не исполнили этого, о, мы нарушили закон. Когда это дошло до него, когда Бог позвал его и прошелся в крови тех тельцов между ними, между этими частями этой жертвы, я уверен, что Авраам увидел отпечатки Божьих ног в крови. Потому что сам огонь, огненный человек, прошелся в крови и поклялся ему сделать определенные вещи. И для Авраама это стало якорем для его души. Настолько, что он больше не боролся с неверием. Что еще вы собираетесь делать, когда сам Бог говорит, «Конечно же, благословляй, я благословлю тебя». Это надежно, уверяю вас. И Авраам настолько глубоко убедился в реальности силы этого завета, что он сказал царю, «Я не хочу от тебя ничего». Ничего. Никто никогда не скажет, что он обогатил Авраама, кроме всемогущего Бога. Это откровение о силе благословения. Чудесно, не правда? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава тебе. Давайте прославим Бога немного. Спасибо тебе, Отец. Да, Господь. Мы поклоняемся тебе. Спасибо тебе, Иисус. Мы поклоняемся. За то, что ты сделал это доступным для нас. Предложил это нам. Мы принимаем это. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. На протяжении большей части этого года я проповедую именно о благодати. Хотя я всегда это делал, но эта тема стала очень важной частью моего существования с того времени, как я вошел в служение. И милость его пребывает вовек. Да. И его благодать так огромна, что нет ничего, что мог бы совершить человек, чтобы помешать ему любить меня. Это невозможно. Верно. Потому что он есть любовь. И вы можете совершать вещи, которые он не одобряет, но нет ничего такого, что благодать и кровь Иисуса уже бы не преодолели. И мы не просим и не умоляем Бога о прощении. Господь исправил меня на этой неделе. Я даже не помню, в чем было дело. Что-то незначительное. И я хочу сказать, что мы с ним постоянно разговариваем. Чем больше вы развиваете это, вы открываетесь для постоянного исправления. И я сказал, «Господь, прости меня за это». Да. «Я благодарю тебя». Это был какой-то незначительный вопрос. Даже не помню, что я сказал, но это было неподобающе. И я сказал, «О, Господь, нет, 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 нет». Я сказал, «О, Господь, прости меня за это». И он остановил меня. Я спросил, «Что такое?» Он ответил, «Я уже простил тебя». Он сказал, «Помни всегда, что когда Иисус воскрес из мертвых, мое прощение стало всеобъемлющим». И он продолжил, «Но когда люди принимают это прощение». То есть он хотел, чтобы я понял, что оно не приходит автоматически. «Вы должны соединиться с прощением через веру». И он сказал, «Говори так, спасибо тебе за мое прощение». Я исправляю это. Да. Это казалось чем-то незначительным. Но, Джерри, благодаря этим незначительным поправкам и благодати Господа вы оставляете мышление вины. Вы избавляетесь от греховного сознания. Вы приобретаете мышление того, что Бог внутри вас. Да. Бог любит Канната. Аминь. И Бог любит Глорию, и Бог любит мою семью, и Бог любит брата Джерри. И именно таким образом вы обновляете свое мышление, как ты говорил вчера. Вы обновляете свой ум относительно того факта, что вы не больные, которые пытаются исцелиться. Вы исцеленные. Идеал пытается украсть ваше здоровье. И вы делаете еще один шаг. Вы не пытаетесь стать благословенными. Вы уже благословенны. Да. Я уже давно прекратил просить Бога благословить меня. Потому что если я прошу Его благословить меня, когда Его Слово говорит, что Он уже сделал это, тогда я ставлю под сомнение Его Слово. Да. Ты же знаешь, есть такая традиция просить Бога благословить вас здесь и там, но Его Слово уже говорит, что Он благословил вас. Это благословение уже пребывает на мне. Это было одним из первых откровений. И я был студентом университета Урала Робертса еще до того, как я это увидел. Я читал об этом, но это не привлекло моего внимания. А в Галатах 3.13 написано, что Христос стал проклятием за нас, вместо нас. Ибо написано, «Проклятсяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Да. Но это было первым. Первая глава послания к Ефесянам. Павел, воля Божия апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам. Вам. Благоволение вам. Да. Это не просто приветствие. Это провозглашение. Да. Это каждый раз, когда вы это видите, принимайте это. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в прошедшее время, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Всяким. Да. А теперь соедините это с «Бог силен обогатить вас всякой благодатью». Да. Аминь. Что вы, имея всякое довольство. Да. Именно поэтому он сказал Павлу, «Моей благодати достаточно». Да. Когда эта изобилующая благодать действует в вашей жизни, ее достаточно, чтобы позаботиться обо всем, что вам нужно. Обо всем? Преодолеть все бедствия. Никакой дьявол не может устоять против нее. А христиане, религиозные или с плотским мышлением, читают это, будто бы ответ Бога означал «нет». А сколько он пришел к Богу и просил его удалить этого посланника сатаны, а Бог ответил, «Моей благодати для тебя достаточно». Он дал ему большое откровение. Он сказал ему, «Используй это откровение, ты сделай это, ты прогони этого посланника сатаны. И я научу тебя всему, бери мою благодать и удали его от себя». И позже Павел сказал, «Но от всех их Бог избавил меня». Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Когда вы понимаете, что благословение Божие — это не то, что вы пытаетесь получить, но оно уже пребывает на вас. Послушайте. Да. Третий Псалом, девятый стих. «От Господа спасение, и над народом твоим благословение твое». И далее идет маленькое слово «села». «И так над народом твоим благословение твое». Слово «села» означает «остановись и подумай об этом». Поразмышляй. Мне нравится говорить людям, не переходите к четвертому Псалму, пока сказанное в третьем Псалме в девятом стихе не станет откровением для вас. Размышляйте. Что благословение Божие пребывает на вас. Это не значит, что оно где-то там, а я пытаюсь его получить. Оно на мне. Я вошел сегодня утром в эту студию с благословением, пребывающим на мне. И я выйду из нее с благословением на мне. Я встану утром и встречусь со всем тем, что сатана бросит на мой путь, имея на себе нечто большее, чем то, что он подбрасывает. И это называется Божье благословение. Оно пребывает на мне все время. Приложите к этому 5 Псалом, 13 стих. «Ибо ты благословляешь праведника Господи благословением, как щитом венчаешь его». Слово «венчаешь» значит «окружаешь». То есть благословение пребывает на мне, благословение окружает меня. Доброта и милосердие следуют за мной. Как я могу потерпеть неудачу? Знаешь что, Джерри, я узнал это от тебя много лет назад. Я делал это, но ты показал мне это в своей проповеди о размышлении над Словом Божьим. Благословение Господне пребывает на его народе. И вы останавливаетесь и начинаете размышлять об этом. Да. Что значит для меня, что я уже благословлен? Я благословлен, потому что слово говорит, что я благословлен. Не имеет никакого значения, чувствую ли я себя благословленным, выгляжу ли я благословленным. Дело не в этом. Я благословлен. Когда я начинаю исповедовать это, я начинаю размышлять об этом. Тогда Писание говорит, что я размышляю над этим Словом день и ночь. И я увижу, как исполнять все написанное в нем. И Слово также говорит, что оно начнет проявлять изменения. И когда вы поступаете таким образом и думаете, как это влияет на меня, ранами его вы исцелились. Теперь, когда я знаю, что я исцелен, как это влияет на мою жизнь? Верно. Мне больше не нужно это делать. Не нужно больше говорить это. Я исцелен, я не болен. Я исцелен. Да. Да. Как это Слово Божье изменяет мои обстоятельства? Да. Вот как я это называю. Потому что беспокойство — это размышление над тем, что говорит дьявол. Да. И человек, который беспокоится и думает о том, что сказал дьявол, или о том, что сказали средства массовой информации, автоматически думает, как это влияет на мою жизнь, то, что я только что услышал. Именно так они думают. Да. Да. Именно так вы думаете. Бог создал вас, чтобы думать и действовать таким образом. Но согласно Его слову. А когда вы переходите сюда, к словам и обетованиям сатаны, вы будете вырабатывать страх. И все беспокойство основано на страхе. Да. Страх — это извращенная вера. Страх первоначально был верой, верой у Адама. Но все в нем пошло в другом направлении. Да. Поскольку он был отделен от Бога и соединился с дьяволом. Итак, например, страх перед плохой экономикой. Страх потерять свою работу. Это, по существу, вера в то, что эта экономическая ситуация повлияет на меня и разрушит то, что у меня есть. По существу, это вера в это. Вы начинаете говорить об этом. Что происходит? Вера приходит и... Верно. Страх приходит от слышания. Да. А слышание от лжи дьявола. Точно так же, как вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда вы начинаете говорить об этом, тогда вера начинает работать на вас. Страх начинает работать на вас. Вера начинает работать на вас. Верно. Таким образом, вы свидетель, который утверждает. Устами двух или трех свидетелей утверждено будет всякое слово. Бог проговорил. Иисус проговорил. Дьявол проговорил. И вы утверждаете то или другое, соглашаясь с ними. И вера привлекает то, о чем вы надеетесь. Страх привлекает то, чего вы ужасаетесь и не хотите. Вы не можете изменить этого. Иов сказал, ужасное, чего я ужасался, постигло меня. Или наоборот, то, о чем я так сильно веровал, пришло на меня. Да? И вы не можете это изменить. Вы можете изменить то, что в вашем мышлении, то, о чем вы думаете. Вы можете изменить то, что вы говорите, пока вы знаете Слово Божье. И разница между рожденным свыше, чадом Божьим, прошедшим через духовное воссоздание, воссоздание состоит в том, что христианин обладает Словом Божьим в отношении этого вопроса, на эту тему. Имеет способность духовную изменять свое представление. Нерожденный свыше человек не может этого делать. Он может решить думать как-то по-другому, но он обратно скатится к тому, где был. У него не будет никакой духовной силы над этим. Но у нас есть. И мы можем взять власть над этим, мы можем не спровергнуть эти помышления. Я выбираю Слово от Бога. Я выбираю говорить таким образом, думать таким образом. Вы делаете этот выбор и говорите это. Делаете выбор, думайте и говорите это. Делаете выбор, думайте это и говорите это. Читайте это, думайте, говорите, пока не начинаете говорить так без усилий, автоматически. И в Библии сказано, договорят непрестанно. Это не одноразовый процесс. Да, хорошо сказано. Когда одним утром вы просыпаетесь и говорите, ну, буду говорить, как брат Копланд и брат Джерри сказали, я благословлен. Если вы не говорите это непрестанно, все эти негативные вещи возобладают над этим словом. Точно так же, если вы не выпалываете сорняки из своего огорода. Они будут преобладать над тем, что вы хотите вырасти. Иисус сказал, что сатана попытается украсть у вас это. Итак, это необходимо, приобрести мышление благословения. Однажды я спросил у Господа. Да, хорошо, хорошо сказано. Относительно того, что Он сказал здесь, в третьем псалме. «Над народом Твоим Твое благословение». «Над?» Задумайтесь об этом. Оно над нами. Павел сказал в послании к Галатам, что Христос искупил нас от проклятия закона, дабы благословение Авраама пришло на язычников. То есть это пребывает на нас. И я спросил у Господа. Я знаю, что это произошло благодаря совершенному Иисусом на Голгофе. Но как ты возложил это благословение на меня? Он сказал, «Я одарил тебя им. Я проговорил его над тобою. Я провозгласил его над тобою». И тогда он напомнил мне. Большинство людей, живущих в Европе, понимают это лучше, чем, наверное, мы здесь. Когда королева одаривает кого-то титулом, например, как в случае с принцем Вильямом, Вильямом и Кейт. Кейт не была рождена в королевской семье. Вильямом — да. Он — будущий король. Но когда Кейт вышла за него замуж, королева одарила ее титулом. И теперь она — герцогиня Кембриджская. Как вы думаете, этот титул изменил ее образ мышления? Ей пожаловали титул. Ей пожаловали титул. Он был подарен ей. И Господь показал мне картину того дня, когда я принял Иисуса Господом в своей жизни. И я увидел себя коленопреклоненным, исповедующим Иисуса своим Господом. И я увидел, как Бог взял этот жезл праведности, положил его на мое плечо и сказал, «Жалую тебе, Джерри Севелл, титул — благословенный от Господа». Да, аминь. Соноследник. Со Христом Иисусом. Джерри — это место Писания в посланнике «Вреем» говорит, что именно так есть. Это титул, который был пожалован. Я благословенный. Точно так же, как Шон Коннери, настоящий агент 007. Да. Все остальные только поделки, но он настоящий. Настоящий. Когда королева пожаловала ему титул, теперь он «Сэр Шон Коннери». Пол Маккартни, в прошлом участник «Битлз», он уже не просто Пол Маккартни. Она пожаловала ему титул «Сэр Пол Маккартни». И люди признают это. Кстати, даже в Америке, когда в новостях говорят о Шоне Коннери или Поле Маккартни, или о ком-то другом с такой же привилегией, они называют его «Сэр Шон Коннери». Он наделён силой преуспевать. Он наделён силой идти в те места, в которые я не могу попасть. И когда вы благословлены и наделены благословением высшей степени, это даёт вам силу идти туда, куда раньше сатана не допускал вас. Это даёт вам силу пережить тот уровень жизни, о котором вы даже не подозревали раньше, потому что теперь вы получили титул, пожалованный вам самим всемогущим Богом. Вы благословлены, и вы наделены высшим благоволением. Слава Богу! Подумай об этом. Если, скажем, четырёхзвёздочный генерал снял с себя свой китель, вручил его тебе, а ты просто рядовой, и ты одеваешь на себя его китель, идёшь куда-то в военную часть, то есть тебе все будут отдавать честь. Они будут стоять по стойке смирно. Почему? Потому что генерал зашёл в помещение. А тебе такой китель. Послушайте, Иисус одел на нас этот китель. Это его имя, его благословение, его дух, его жезл праведности. Послушайте, именно так нас видят ангелы Божьи. И именно такими нас видит дьявол. И дьявол не хочет, чтобы вы знали об этом, потому что он пытается обманом лишить нас этой власти. Да. Но он не может отобрать её у вас, если вы ему это не позволите. Когда Бог возложил это на вас, вы говорите, вы входите в помещение, как говорит здесь Писание, в Послании к Ефесянам, мы именуемся от Него. Всякое Отечество на небесах и на земле именуется от нашего Небесного Отца. Слава Богу! Знаешь, я много, много лет был Джерри Савеллом. И Орл Робертс пожаловал мне титул «Доктор богословских наук». Да. Я стал доктором Джерри Савеллом. Но я не начал трубить об этом. Мы не рассылали письмо «С сегодняшнего дня обращайтесь ко мне». Да. Но когда люди услышали об этом, если я раньше приезжал в их церковь, и в последний раз они говорили «Давайте поприветствуем брата Джерри», то в следующий раз, когда я приезжал в их церковь, они говорили «Поприветствуем доктора Джерри Савелла». Титул изменил мое мышление. Оно изменило мышление других людей. Когда вы понимаете, что Бог одарил вас значительно большим, чем титул доктора, это называется «Благословение всемогущего Бога». Да. Да. Оно пребывает на вас, тогда оно изменяет и вы поднимаетесь в утром, смотрите в зеркало, и вы думаете «Я благословенный от Господа». Я благословлен и пребываю в благоволении Господу. Вы смотрите в это зеркало и говорите «Что бы ни появилось на моем пути, я могу преодолеть это, потому что на мне пребывает то, о чем мир не знает ничего». Это называется Божье благословение. Однажды брат Роберт сказал мне, в то время я был членом правления университета Урл Робертса, и он сказал «Кеннетт», то, что в интеллектуальных и академических кругах называется полученная или заслуженная докторская степень, на самом деле не является ею, потому что ты ничего не совершил. По существу, любой, кто придет на занятия и не уснет, может получить докторскую степень, но это незаработанная докторская степень, потому что ты ничего не сделал ради нее. Он сказал «Докторская степень приходит благодаря достижениям». Вот это и есть настоящая докторская степень. Он говорил мне то же самое. И когда я был на этой церемонии, он сказал перед аудиторией «Я жалую этот титул брату Джерри, потому что…» «И он зачитал мои достижения». Да. Понимаешь? И что самое прекрасное в этом титуле «Благословенный» он был пожалован нам благодаря достижениям Иисуса. О, да, и вы ничего не совершили, кроме разве что… Аллилуйя. Аминь. Джерри, это приводит нас вот к чему. Когда Бог провозгласил это благословение на Адаме, и позже провозгласил его в жизнь Ноя и его сыновей, он провозглашал его во время завета с Авраамом и позже в жизни Иисуса. Слава Богу! И… Послушайте. «Благословение Господне!» «Плодитесь, размножайтесь, обладайте землей и владычествуйте над ней». И послушайте еще одно. «Наполняйте землю». Эти слова «наполняйте землю» являются силой благословения в помазании Духа Святого, обитающего внутри нашего Духа, снова наполнять эту планету. Верно. Вот вам и вся причина. Вся тварь совокупно стянает о проявлении сынов Божьих. Проявление благословения. Вот о чем стянает эта земля. Человек знает, что он должен сделать что-то. И он пытается сделать это при помощи, так сказать, витринных мельниц. Но это невозможно. Таким образом, этого не изменишь. Но с помощью проявления Слова Божьего и благословения Божьего, благословения Господне, как это происходит? Благоволение Божье. Благоволение Божье приводит вас в то место, где вы принимаете эту наполняющую силу, чтобы восстанавливать и помогать, и благословлять. Верно. Приумножать людей. Аллилуйя. Ради благодати Божьей. Наше время подошло к... Благоволение и милости. Благоволение Господним. О том, чтобы выработать мышление благоволения. Я ожидаю, что буду иметь благоволение. Я ожидаю, что буду благословлен. И когда вы выходите из этого мирского образа мышления, люди в мире совсем не ожидают благословения и благоволения, особенно учитывая религиозную концепцию Бога. Да. Это не концепция благословения. Это концепция закона. Но невозможно, смешав закон и благодать, заставить все это работать. Это не сработает. Верно. Иисус освободил вас от проклятия закона. Давайте рассмотрим послание к евреям. Десятую главу, первый стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих или зрелыми в Боге. Иначе перестали бы приносить их. Да. Потому что приносящие жертву, бывшая очищена однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Не имели бы более греховного сознания. Сознание неудач, бедности, болезни. Будь я проклят, если это сделаю, или будь я проклят, если это не сделаю. Вот такие фразы и выражения. Нет. Не надо постоянно говорить о проклятии. Евангелие Иисуса Христа упоминается в одном писании. В третьей главе в послании Галатам восьмом стихе, где сказано, «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило, или, как сказано в одном из переводов, благовествовало, то есть проповедовало Евангелие Аврааму, в тебе благословятся все народы». И теперь благословение и Евангелие заключается в том, что проклятия больше нет. Потому что только пятью стихами ниже, в тринадцатом стихе, он говорит о том, что Христос стал проклятием за нас, сделался за нас клятвы, ибо написано, «Проклятся, к висящему на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Речь идет обо мне, о тебе и обо всех нас. Это и есть Евангелие. Исцеление в благословении, спасение в благословении, крещение Духом Святым является частью благословения. Все, что совершил Иисус, находится в благословении Господнем. Верно. А греховное сознание всегда осознает неудачи, недостатки. Ваше прошлое. Да. И этот образ мышления. «Ну, никогда не знаешь, что Бог собирается сделать, и кто может познать его абсолютную волю? Ведь я старый грешник, спасенный по благодати». Послушайте, это убьет вас. Вы не старый грешник, спасенный благодатью. Вы были старым грешником, но вы были спасены по благодати и благоволению Господнему. Вы больше не старый грешник. Теперь вы сонаследник с Христом Иисусом, благословенные, пребывающие в благоволении. А сейчас давайте вернемся к книге «Деяния». Я хочу, чтобы ты перешел к этому сразу же. Здесь, в 22 главе. «Деяние» 22. Аминь. Апостол Павел говорит о ранних днях и его призвания в служении. И вот он говорит в 17 стихе. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление». Что это значит? Это значит, что его физические чувства были на какое-то время приостановлены. И он увидел что-то в духе. И увидел его. И он сказал мне, «Поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не приму твоего свидетельства обо мне». А у апостола Павла все еще сохранялось греховное сознание. оно доставляло ему неприятности. И посмотрите, что он сказал. Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. и сейчас я хочу, что вы обратили внимание на ответ Иисуса». Иисус даже не упомянул об этом. Он даже не услышал этого. Иисус сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Да. Он буквально признал грех убийства. Он, Павел, исповедал все преследования христиан перед Иисусом, но Господь даже не услышал этого. Он не обратил на это никакого внимания. Да. Это не имело никакого отношения ко всему. Как будто Он сказал, «Не имеет значения, иди». Да. Ну, уже понимаете. Бог разобрался с грехом. Он уничтожил грех. Да. Он был изглажен. Он сказал, «Я, я сам изглаживаю ваши преступления ради себя самого и не помяну о них более». Да. Он сказал, «Ради себя». И я знаю, что это ради меня. Но Он сделал это ради себя. Он стер свою память. Он не хотел помнить ничего плохого о нас с вами. Да. И очевидно, что Павел осознал это. Когда он писал Тимофею, он сказал, «Я был большим грешником, но я принял обилие благодати». О, обилие благодати. Да. Обилие благодати. И позже он пишет в письме к одной группе людей. «Вместите меня. Я никого не обидел». Да, да. «Я никому не причинил вред». Я как раз хотел открыть это местописание, когда ты процитировал его. Второе послание к Орифинам, седьмая глава. Пятая глава. Пятая глава, семнадцатый стих. «И так, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло». Оно прошло. Теперь все новое. Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. «Бог ничего не держит против вас. Придите, примите дар праведности». Это дар спасения, это бесплатный дар. Все это дар. Дар. Да, да. Благодать, благословение, благоволение. Да. Далее он продолжает и говорит, «И так, возлюбленный, имея такие обетования, что? Вы новое творение. Бог ничего не держит ни против кого на земле». Кто-то сказал, «Да, вы попадете в ад за ложь, точно так же, как и за воровство». Вы не попадете в ад ни за ложь, ни за воровство. С этими грехами разобрались. Вы попадаете в ад за то, что не принимаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и не принимаете дар праведности, который соединяет вас в ту же минуту с самим Духом живого Бога. Да. Вот я опять распроповедовался и счастлив от своей проповеди. Слава Богу. Дальше. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и Духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Впервые, когда я это увидел, я был еще студентом в университете Орла Робертса, я только-только начал познавать, кто я во Христе Иисусе. Да. Потому что я позволял сознанию грехов пять лет воровать у меня хождение воли Божьей. Как-то я сказал про апостола Павла. «О, я поймал этого человека на лжи. Посмотрите-ка. Павел сказал, что он никого не обидел, а я прекрасно знаю, что он убивал людей. А здесь он говорит, что ничего не делал. И скажу вам, слово от Господа пришло ко мне. Чуть не выбило меня из кресла. И Бог сказал мне, «Поосторожней с тем, кого ты называешь лжецом. Человек, о котором ты говоришь, умер по дороге в Дамаск». Да. Хвала Богу. Я чуть не упал на пол. Ты говорил об этом на прошлой неделе. У тебя был тоже похожий опыт. То же самое произошло и с тобой. Ты понял и подумал, что же это такое? Какое утверждение в Слове Божьем? Какой образ нового рождения? Он переступил от греховного сознания в сознание праведности. В благодать. Да. Это было откровением о благодать. И что значит сознание праведности? Это правильное положение перед Богом. О, да. Когда вы знаете, независимо от того, какое у вас прошлое, независимо от того, что вы сделали, какими ужасными вы были, независимо от того, какой грех вы совершили, теперь вы праведность Божья. И это обозначает правильное положение перед Богом. И теперь вы в состоянии принять все, что могут предложить вам небеса. Джерри, моя дочь Терри проповедовала несколько недель тому назад в воскресенье в церкви о праведности Божьей. Мы знаем, что это новое творение, данное Богом, очищенное по благодати кровью Иисуса. Новое творение. Все новое. И теперь вы можете по благодати с дерзновением приходить к престолу благодати. Приходите, восядьте вместе со мной в присутствии Святейшего, в самом святом месте, без какого-либо чувства вины, осуждения или греховного сознания. Но потом она сказала так. Праведность – это правота по Божьей. Бог никогда не ошибается. в нем нет никакой неправоты. И когда вы поступаете, как он, и делаете это правильно, это срабатывает. Я сразу же подумал о двигателе в машине, о авиадвигателе, о двигателе в мотоцикле. Я сразу же подумал, «Эта штука не работает правильно. С ней что-то не то. Что с ней не то? Я еще не знаю, но что-то нужно сделать. Мне нужно обратиться к производителю. Нужно взять инструкцию, написанную теми людьми, которые создали это транспортное средство, создали этот двигатель, потому что они работали над ним и совершенствовали его, пока он не заработал так, как надо. А сейчас с ним что-то не так. Не так. Работает как-то неровно. Не так – это не то. Не так – это то, что вам не нужно. Не так – это плохо. Это все вышесказанное. Но вот когда он работает правильно, это всегда будет гладкой работой. Правильно – это мощно. Гладко. И с Богом всегда гладко. Он всегда сила. Он всегда прав. Он абсолютно прав. И в своей проповеди она напомнила мне о том факте, что Бог – это абсолютное добро. Он абсолютно благ. Абсолютно прав. Он – абсолютное благословение. Он – абсолютная любовь. В нем нет ничего плохого. Да. И также она вспомнила, что есть абсолютный ноль. Это минус 273 градуса ниже нуля. Когда вы попадаете в минус 30 ниже нуля, вам кажется, о, здесь совершенно нет никакого тепла. Да. Да, хотя остается еще около 250 градусов тепла. То есть вы не знаете абсолютного нуля. Вам и не нужно знать абсолютный ноль. Это похоже на погоду в Колдбей, на Аляске. Приблизительно, да. О, Боже, мы с Джерри и братом Джесси Дюплентисом как-то проводили служение на Аляске, в Колдбей, Аляска. Что же, хабригородство. Это хорошее название для этого места. И Терри напомнила нам о том, что Бог – это абсолютная любовь. Абсолютная благодать. Он – абсолютное добро. Он – это абсолютное Благоволение. Правота. Да. Но Он сделал нас своей праведностью. Если мы приходим к Нему, если мы обращаемся к этой книге и выработаем мышление, что Бог внутри нас, что внутри нас благодать, праведность, тогда ваше отношение изменится. Оно сработает правильно. У вас будет такое отношение. Почему бы Ему этого не сделать? Ведь у меня правильное положение перед Ним. Понимаете? Он ничего не держит против меня. Да. Вот почему в Послании Иакова сказано «Много может усиленная молитва праведного, того человека, который знает, что у него правильное положение перед Богом. У него нет этого греховного сознания. У него сознание праведности. У него такое отношение. О чем бы я ни попросил Отца, Он совершит это». Он не отошел со словами «пустая трата времени». «Моя молитва не поднялась выше потолка». Он уходит с отношением «Аминь», «Да будет так». Это совершилось. Мне не нужно подниматься выше потолка. Потому что Он внутри. Да. Мышление того, что Бог и праведность внутри. Да. Мышление того, что благодать и благословение внутри. Аминь. Это сознание праведности ставит вас в такое положение, где вы думаете о благословении. Вы думаете о благоволении. Вы думаете о победе. Неудачи и поражения больше не присутствуют в ваших мыслях. Я знаю, когда я только начинал в этом двигаться, эти мысли возникали. Ты потерпишь неудачу. И это происходило особенно тогда, когда я начал собственное служение после того, как работал у тебя. И знаешь, время от времени, когда я натыкался на стену, дьявол говорил, «Да ты потерпишь поражение. Точно так же, как в своем бизнесе. Ты не достигнешь большего, понимаете?» И мне приходилось бороться с этим. Я никогда не забуду. Однажды Господь сказал мне, «Каждый раз, когда Он напоминает тебе о твоей неудаче, напомню Ему о Его поражении. Бог сказал, «Если говорить о поражении, Он считал, что победил, когда Иисус висел на кресте». Да. Сатана считал, что Он победил. Да. Понимаете? Так говорит Писание. Но в Библии написано, «Если бы власти века сего познали, они бы не распяли Господа славы». Они бы не сделали этого. Если бы Сатана знал это, он бы оставил Иисуса в покое. И дальше Господь сказал, «А когда ты закончишь говорить о Его поражении, напомни также Ему о Его будущем. Оно не слишком-то блестящее. О, да, не очень. А наше будущее ярко в Боге». Да. И когда Он говорит, «Посторожней, ты умрешь». Можно я помогу вам в этом вопросе? Вы умрете. Да. Я умру, Джерри умрет. Мы все умрем. Да. Потому что Иисус дал нам победу над смертью. Слава Богу. Аминь. Да. Павел сказал, «Смерть для меня — приобретение». Да, аминь. Для меня быть со Христом намного лучше. Задумайтесь об этом. Писание говорит в послании к евреям. Иисус вкусил смерть. Вкусил смерть каждого человека. Если вы принимаете Его как своего Господа и Спасителя, вы никогда не вкусите смерти. Он использовал слово «вкусить», чтобы описать физические чувства человека. Его физического тела. Я не вкушу этого. Я не почувствую этого. Я даже не буду это узнать. Жало смерти удалено. Это удалено. Это тело уходит. Вы даже не узнаете этого. Апостол Павел сказал, «Знаю человека. В теле ли, вне тела, который был восхищен на небо?» Не могу сказать. Я разговаривал с одним своим другом, братом Бобом Дьюисом, который был моим начальником, когда я работал в Евангельской ассоциации Орла Робертса. Однажды он прямо на гонбольной площадке во время игры, играя, упал замертво. В то время он был в том возрасте, в котором я сейчас. Он упал там замертво. И даже не заметил этого. Он сделал шаг на гонбольную площадку, и в следующую минуту он вдруг очутился на небе. И начал оглядываться вокруг. Что это такое? Он увидел роскошное место. Это сельская местность, проселочная дорога. И он сказал, «Ты была самая роскошная место, которое я только видел в своей жизни». И Кеннет, вот что я тебе скажу. Ты даже не можешь себе представить ту жизнь и силу, которая струилась по моим ногам, по моим рукам. А послушайте, он всю жизнь занимался спортом. Он сказал, «Они были наполнены такой силой и крепостью». И в тот момент он не думал, «Эй, а где мое тело? Я что, умер?» Нет, 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 нет. Послушайте, жизнь поглотила ту смерть. И тогда он увидел небесный город. И он сказал, «О, я дома». И он начал бежать к городу. Он сказал, «Я всех оставил за собой. Я еще никогда не чувствовал в себе столько сил и энергии». Но ему казалось, что он все еще в своем теле. А его тело даже не знало, что он умер. Дух просто оставил его. Да. Но, если вы не знаете Иисуса, страх смерти заставит вас бороться с этим. Потому что смерть — это враг. Последний враг, который должен быть под нашими ногами. Но Иисус вкусил смерть за всех людей. Но мне нужно окончить эту историю. И Брадью и сказал, «И вдруг я услышал, как моя жена зовет меня по имени и призывает имя Иисуса». Призывает это имя. Это начало замедлять мое движение там. И вдруг меня начало тянуть назад. И в следующий момент вдруг я понял, что смотрю ей в лицо. И смотрю в лицо доктора. И сам лежу в отделении скорой помощи в больнице города Веры, в городе Талса, Оклахома. И она наклонилась надо мной вот так. Когда он рассказывал мне это, Шарлотта, его жена, стояла рядом. И она сказала, «Кеннет, знаешь, какие были первые слова, сошедшие с его уст? Он не сказал, «Любимое спасибо тебе! Спасибо, доктор, что спасли мою жизнь!» Первое, что он сказал, было, «Шарлотта, что ты сделала? Зачем ты это сделала?» Он сказал, что никто не хочет возвращаться с небес на землю. Да. О, да. Аллилуйя. Аминь. И брат Орл Роберт сказал мне однажды, «Они говорят мне, что я должен немного остановиться и успокоиться, и не рисковать. Я в таком возрасте, это мои последние дни». Они говорят, «Ты можешь умереть». Он ответил, «Какая разница? Альтернатива просто замечательна на той стороне». Да. И в свои последние часы, и в свои последние минуты он был без сознания, но вдруг начал петь старые гимны, которые исполнялись на палаточных собраниях, которые он проводил в 40-х, 50-х годах. Дети стояли вокруг кровати, а он восклицал и прославлял Бога изо всех сил. И дети рассказывали, что его можно было слышать даже в коридоре больницы. В конце он сказал, «Аллилуйя!» Да. Сделал вот так и ушел. Прекрасно, правда? Да. Он никогда не узнал, что умер. Да. Смерть больше не имела жала. Не имела. Аллилуйя. Жала греха была разрушена. Аминь. Нам не нужно больше хранить это греховное сознание. Да. Сознание благословения. Авраам. Сознание благодати. Исаак. Бог во мне. Бог для меня. Да. Бог любит меня. И наше время под... Во мне нечто горит. Слава Богу. Послание к евреям. Первый стих первой главы. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне. Послушайте дальше внимательно. Прочитайте это в своей Библии, если она рядом с вами. Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог поставил воскресшего Господа и Спасителя наследником всего. А сейчас давайте вернемся к восьмой главе послания к римлянам. Римлянам восьмая глава. И давайте начнем читать с пятнадцатого стиха. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Ава, Отче, которым мы взываем, у меня есть Папа, у меня есть Отец». Да. «И Он Бог». Да. Аллилуйя. «И Он большой. Он богатый. И Он живет во мне. Я не сирота». Иисус обещал Своим ученикам. Он сказал, «Не оставлю вас безутешными». Так написано вовремя с переводов. Если посмотреть другие переводы или обратиться к греческому тексту, Он сказал, «Я не оставлю вас сиротами». «Я не оставлю вас безутешными». «Я не оставлю вас без никого, без наследия, без ничего». И вот здесь Он говорит в 16 стихе, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы, скажите, «Я». «Я». «Дух Божий свидетельствует Духу моему, что я – Дитя Божье». «Я рожден от Бога». «Рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир». «Вера наша». Аминь. Далее. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, сонаследники с Его помазанием, сонаследники». «Я – сонаследник во владении небесами, землей и всеми вещами». Да, хвала Богу. «О, брат Коплант, это больше не проявляйте, это греховное сознание». «Вы такие ничтожные». Послушайте. «Святая Библия». «Библия». «Я читаю Библию». Аминь. Итак, «Сонаследники со Христом Иисусом». То есть я «сонаследник в том, что он унаследовал все, принадлежащее Богу». Давайте теперь обратимся к 13 главе притчи. Джерри. Это уже кипит во мне и возрастает. Я не знаю, сколько я еще смогу усидеть здесь. 13 глава книги притчи. 22 стих. Притчи 13, 22. «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». Неужели вы не считаете Бога добрым? Конечно. Неужели вы не считаете Иисуса добрым? Учитывая наше время, проверьте ссылки, указанные здесь. Сами. И вы узнаете во всем Писании, что речь идет о времени, когда Бог начнет передавать свое имущество, свое богатство, свое влияние. Все. Видите ли? Позвольте сказать вам кое-что. Иисус лишил сатану всего, что он имел. Ты говорил об этом вчера. Если бы власти века сего знали, они бы не распяли Господа славы. Он лишил их всего, что они имели. Победил их и восторжествовал над ними собой. И все, над чем имеет какой-либо контроль сатана. Все, над чем он имеет какое-либо командование. Все, что принадлежит ему вообще. Любая вещь. Он не владеет этим. Он украл это. Да. Да. До того, как Иисус победил его, послушайте, Адам передал сатане всю власть. Поэтому сатана сказал Иисусу на той горе искушения, поклонись мне. И показал ему все царства мира и всю их славу. И все такое. Он сказал, поклонись мне, и я дам это все тебе. Он сказал, это мое. Это было передано мне. А я даю, кому хочу. Да. И бывало, что люди говорили мне, да, но брат Копланд, ведь сатана лжец, вы знаете. И я отвечал, подождите минутку. Нет, нет. Если бы он лгал, Иисус знал бы об этом. Иисус знал бы это. Если бы сатана лгал, в этом не было бы никакого искушения. У него бы не было, что дать. Но это у него было. И он мог это дать. Он владел этим. Каким образом? Адам дал это ему. Адам владел всем этим. И все, что сотворил Бог, земля, все, о чем говорит Писание, было дано человеку. Адам передал это дьяволу. Иисус пришел и отобрал назад. Аминь. И все, что он делает там, принадлежит Богу. Божий сад в Эдеме. Опять в его руках. В Божьих руках. Тогда почему мы не видим этого? Почему еще не произошла эта передача? Потому что Бог совершил эту передачу, а люди отдали ее на задьяволу. У них не было откровения о благодати, о благословении Господнем. И в большинстве случаев из-за традиционных религиозных идей, особенно возникших в среде язычников, потому что сатане удалось вбить клин между иудеями и язычниками, когда те пришли к христианству. И язычники не хотели иметь ничего общего со Словом Божьим. Что это? Они просто выдумывали христианство и сделали из него религию. Но христианство не религия. Из него сделали религию. А христианство это продолжение благословения, но уже без проклятия закона. Все обетования остаются здесь. Аллилуйя. Итак, мы благословлены. Они прокляты. Что произошло? Вернемся назад. Посмотрим на времена Средневековья. Средневековье стало результатом того, что Слово Божье было спрятано от обычных людей. Его спрятали в монастырях. Сатана просто убрал его из рук людей. И тогда он смог начать воровать. А откровение праведной верой жив будет пришло благодаря жизни и служению Мартина Лютера. И только в следующих поколениях Бог возвращал истину в церковь. Верно. Это была истина о рождении свыше. Вот это истинное рождение свыше. И потом, через какой-то период времени, не все началось на Азуза-стрит в 1900 каком-то году. Нет, нет. Послушайте. Мария Вудворд-Этер приняла крещение Духом Святым в 1859 году. Никогда не было такого со дня Пятидесятницы, чтобы кто-то не был крещен Духе Святым и не говорил на иных языках, и не знал и не имел откровения от Бога. И Бог открывал истину церкви. Он открывал истину, а потом давал следующий шаг. Нет, нет, нет. Только не мы, мы другие. Тогда ему приходилось отходить в сторонку и убеждать кого-то другого верить этому. И потом происходили битвы из-за этого. Но если дойти до нашего времени, до середины и второй половины двадцатого века, и теперь уже в этом двадцать первом веке, люди продолжают принимать это. Продолжают принимать это. Бог готовит нас на протяжении последних пятидесяти с лишним лет. Потому что служение брата Хейгена, Орла Робертса, началось в 1948 году. И служение брата Хейгена тоже началось в то время. И оно начало возрастать. И честность и праведность Слова Божьего, все эти темы начали проповедоваться. Тогда мы начали осознавать, что Бог намеревался дать нам преуспевание. И он не планировал, чтобы мы жили в недостатке. А вот последней, завершающей частью откровения, было благословение Господне. Он указал мне на это несколько лет тому назад. Мы приняли благословение Авраамова. Если Бог призвал меня быть создателем часов, тогда я должен изучить раздел часы. Но я не могу изучить просто часы. Мне нужно разобрать их. Мне придется изучить и часовую стрелку, и минутную стрелку, секундную. Мне придется изучить стержень, механизм. Мне придется изучить все пружины, все разные детали. Но если сложить их вместе все, они будут отсчитывать время. Если сложить их все вместе, получатся часы. Давайте представим, что часовая стрелка представляет рождение свыше. Минутная стрелка представляет крещение Духом Святым. Нам нужно изучить их одно за другим. Нам нужно изучить дары Духа. Нам нужно изучить все эти вещи. И тогда, когда мы сложим все вместе... Полноту благословения. Мы начнем осознать, что мы смотрим на благословение Господне. Полноту благословения. Силу становиться здоровым, пребывать в этом, в благодати, и во всем остальном. Все это часть благословения. И каждая деталь — это часть целого. Если сложить все вместе, они будут делать то, что запланировал Бог. Да. Один из нас может быть часовой стрелкой. другой минутной стрелкой. Но все мы — детали этого большого механизма. Вот к чему я веду. Когда вы начали понимать благословение, и мы только-только коснулись поверхности, мы еще ничего толком не знаем о нем, но мы уже готовы к передаче Божьего богатства, Божьего имущества. Верно. Божьего влияния в руки тела Христа. Со времен Вавилонской башни, с того времени, когда Немрод сделал себя правителем и покорил себе народы, и сказал всем, что нужно делать под его контролем, Хам и Иофет, два других сына Ноя, которых Бог тоже благословил, но они совершили то же самое, что и Адам. Пытались восполнить свои нужды без Бога. И ради этого они построили эту мирскую систему. С тех пор она действует на земле. Именно об этом говорил Иисус, когда сказал, идите по всему миру, идите во всю эту Вавилонскую систему, в эту разновидность коммерции, в эту разновидность освобождения, исцеления, богатства, всего. Она идет параллельно с Божьей системой и отображает его восполнение наших нужд согласно Божьему богатству в славе, где существует божественное преуспевание, божественное здоровье, рожденные свыше дети Божьи и все такое. Но вы заметите, каждый раз, когда вы входите в какую-либо мирскую систему, именно таковой она и является. Верно. Социальной. Это когда люди сами пытаются восполнить свои нужды. Если вы строите систему, пытаясь сделать ее достаточно большой, чтобы она могла работать и действовать, но не получается, потому что она не может ничего создавать. Там нет благословения. Благословения. И вот что происходит. Каждый раз, когда люди начинают делать это... Не дать благословению, а работать. Эта система начинает удалять оттуда Бога. Нет, мы не хотим говорить о Боге. И вы видите, что делает сатана. Он удаляет силу, чтобы он мог управлять этим, потому что он хочет убить нас. И каждый раз, каждая система, как только ее опробовали, оканчивала свои дни в бедности в ста процентах случаев. И вот к чему я все веду. Все эти ваилонские системы разваливаются. Настало время, чтобы Бог начал передавать это богатство в руки людей, которые приходят к Богу и спрашивают у Него, что с Ним делать. Конечно. Оно не предназначено только для того, чтобы благословить Меня. Я, получая благословение в этом процессе. Боже мой, конечно. Но это происходит для того, чтобы мы были Его распределителями, Его обеспечением для этой земли, даже восполнением самой земли. Я скажу вам, что это приносит. Возьмите, например, хорошего человека, благословенного человека, с сердцем, жаждущим Бога, любящим Бога всем своим сердцем, но не знающего этих принципов. Он продолжает думать так, как думает мир, даже несмотря на то, что находится в служении. Или, возможно, он в бизнесе, и он знает, что Бог, его Господь и Спаситель, и его партнер по бизнесу, но продолжает использовать мирскую систему долгов и всего прочего. Он действует в этой мирской системе. Что бы произошло, если бы Бог дал этому человеку в руки 20, 50, 150, 200 миллионов долларов? Если бы Бог просто пришел и передал эти деньги в его руки? Его мышление абсолютно бы свихнулось. Он бы не знал, что с этим делать. Такой человек, конечно же, начал бы использовать это все на себя. И Бог бы не стоял на первом месте. Но вот что я вам скажу. Если бы вы дали миллиард долларов наличными Джерри Савейлу, это бы совершенно не изменило его образ действия, не изменило бы его мышление, не изменило бы того, что он делает. Он бы пришел к Господу и спросил у него, куда он хочет, чтобы он принес десятину. Он бы спросил у него, что ты хочешь, чтобы я сделал с этими деньгами? Как мне употребить их на земле? Как мне доносить Слово Божье? Это бы просто увеличило его производительность. Потому что человеку веры не нужно изменять свой образ жизни, независимо от того, что происходит в этом мире. Голод или абсолютное переливание через край больше того, о чем вы можете просить или подумать. Это не изменяет ваш образ жизни. Вы продолжаете следовать Божьему ведению и делать в точности то, что он говорит вам делать с этим. В этом вся разница. Это увеличивает вашу способность быть благословением. Да. Но не изменяет Слово веры. Именно по этой причине многие из наших предков осознали, что большое количество денег может разрушить. В Писании сказано, что богатство погубит глупцов. Глупец это тот, кто не верит, что Бог существует или же делает глупые вещи. Иисус сказал, кто слышит слова Мои и не исполняет их, подобен человеку неразумному, строящему свой дом на песке, который будет разрушен. Но Он сказал, кто слышит Мои слова и исполняет их, тот подобен человеку мудрому. Он не сказал, что тот был глупым, и Он не сказал, что тот другой был мудрым. Но если вы делаете то, что делает глупец, вы получаете результаты. Верно. Если вы делаете то, что делает мудрый, вы получаете результаты мудрого. Джерем и здесь. Когда Бог избавил сыновей Израиля из Египта, смотрите, как Он начал. Я дам этим людям благоволение. И пришла передача имущества. Да. Мы направляемся к излиянию Божьего благоволения, какого еще не видела эта планета. И она будет производить ту же самую передачу богатства. Джерри, она уже началась. И этот поток богатства и влияния, и силы, которая превосходит эти правительственные идеи. Послушайте, люди начнут обратно бежать к Богу. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Превосходное время, чтобы жить. Какое время? Это время суда над Вавилонской мирской системой, над прогрессивным социализмом и над всем, что поддерживает его, с целью удалить Бога из этой нации. Эти атаки продолжаются последние 117 лет. Послушайте. Аминь. Смотрите на шкалу времени. Это конец Вавилонской системы. Верно. Мы с Джерри вернемся через... Пятница всегда является днем пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Я знаю, что на протяжении последних двух недель, а особенно сегодня, вы услышали много откровений. Аллилуйя. Но хочу повторить это снова. Да. Мы здесь, слава Богу. Да. И эти истины должны укорениться внутри вашего духа через Божью силу и жизнь, Зоэ, и чтобы не дать дьяволу украсть их у вас из-за того, что происходит здесь, из-за обид или забот житейских, особенно в то время, когда заботы этого мира хуже всех предыдущих поколений. Как вам достичь такого уровня? Что ж, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, или пожнет зоуэ, на греческом языке, жизнь. Слава Богу. Отец, я молюсь сегодня за пожертвование. Спасибо, Господь. Открывай каждому человеку, что ты ожидаешь от него в связи с этим. Мы высвобождаем помазание умножения. Мы высвобождаем помазание, чтобы слово проникало в них, когда они будут теять семена ради принятия этого послания, чтобы это откровение входило в их глаза и уши и в их сердца. Мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Послушайте, если вы пропустили какие-то передачи на прошедших двух неделях, зайдите на наш сайт в интернете kcm.org.ua найдите их там. Будьте частью хорошей церкви. Джерри, спасибо за твое участие. Аллилуйя. Если вы хотите узнать больше информации о нашем служении, о Слове Божьем, о Господе Иисусе, а также заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. До встречи. Это Каннет Копланд и Джерри Савел напоминает вам, что Бог любит вас и мы любим вас и Иисус Господь.